МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. Меня зовут Анна Пикулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными событиями в жизни региона. Подведение итогов пятилетней работы. Вопрос возрождения платных парковочных мест в областном центре прошло завершающее заседание Курского городского собрания 6-го созыва. Подробности у Виктории Шуваевой. День знаний впереди. Алименты заплатив. В преддверии нового учебного года в Курске прошел рейд по должникам. Арест имущества, привлечение к уголовной ответственности и запрет на выезд. Какие еще меры принудительные исполнения применяются к должникам, узнала Ксения Дегтярева. Подарок зрителю в Курске на Большом Укране продемонстрировали фильм о военных летчиках. На показ приехали исполнители главной роли и режиссер картины. С ними пообщалась Ангелина Яхонтова. Строительство новых общественных пространств, участие в национальных проектах, помощь волонтерам. В областном центре прошло заключительное заседание Курского городского собрания 6-го созыва. Депутаты подвели итоги пятилетней работы, а также рассмотрели вопросы текущей повестки. Среди них возвращение платных парковок. Заседание началось с награждения. Медаль города Курска во славу отцовства получил судья Максим Сошников. В браке с супругой он уже более 20 лет. Вместе воспитывают пятерых детей. Такая же награда у протеерея Феофана Гантара. Последнее заседание Курского городского собрания 6-го созыва. Депутаты подвели итоги работы за пять лет. Принято 642 решения, более 150 изменений внесены в устав. Бюджет города вырос в три раза – с 7 до 21 миллиарда рублей. Строительство жилья, благоустройство дворов, обновление общественных пространств – работа велась во всех направлениях, вместе и по инициативам самих курян. Мы исполнили практически все наказы, которые были связаны с благоустройством территорий общественных. А мы сегодня отмечаем более 30 новых общественных территорий, получил город. Народный бюджет позволил нам 204 общественных территорий и учреждения общими усилиями с участием каждого депутата и бюджета всех уровней привести в порядок. Обсудили депутаты и текущую повестку. Одна из инициатив – вернуть в Курске платные парковочные места. Горожане жалуются на незаконную стоянку автомобилей под запрещающими знаками на газонах и тротуарах. Парковочные зоны планируют оборудовать камерами видеонаблюдения. Которые будут не только отслеживать ситуацию на данных парковочных пространствах, но и будут заведены на нашу программу «Безопасный город» для того, чтобы осуществлять мониторинг и, скажем так, предотвращать право нарушения. И напоследок, хорошая новость для жителей Северо-Запада. В государственную собственность передадут участок по адресу проспект Вячеслава Клыкова, 71. Там планируют построить детский сад на 140 мест. Виктория Шуваева, Геннадий Воробьев. События дня. С 31 августа в Железногорске приступят к ремонту дорог по дополнительным субсидиям. На эти цели городу выделено 107 миллионов рублей из областного бюджета. В городе Горняков с рабочим визитом побывал первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. Средства из региональной казны на условиях софинансирования с городским бюджетом направят на ремонт сразу четырех участков дорог. Это ремонт дорожного кольца по улицам мира, воинов-интернационалистов, обновление полотна на втором заречном проезде и улице Ленина. Продолжится также реконструкция парка имени Никитина. Он стал победителем всероссийского конкурса по благоустройству. Предстоит преобразовать прибрежную зону, открыть прогулочный маршрут по набережной, возвести павильон, амфитеатр, кафе, беседку. Все эти объекты будут приведены к единому стилю. В Курске тоже продолжается сезон дорожных работ. Они ведутся по нацпроекту БКД. Приступили к ремонту на улице Мичурина. Ее длина почти 2 километра. Подрядчик уже отфрезеровал старый слой асфальта и провел замену бортового камня. Александр Дьяков на улице Мичурина живет больше 30 лет. Когда именно дорога возле его дома была в хорошем состоянии, мужчина уже и не скажет. А вот трудности, с которыми приходилось сталкиваться, еще свежи в памяти. Там вот ямы были, туда вверху, так вообще ямы были ужасные. Колодцы вот, говорят, колодцы будут переделывать, хоть делают по-нормальному. А что было с колодцами? А колодцы вот там вообще торчали, люди сами же делают. А чтобы не проламывало его, они делают повыше его, и едешь, чтобы не зацепиться, смотришь. К ремонту по нацпроекту безопасные качественные дороги на улице Мичурина приступили в конце июля. Сейчас уже завершили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Объект непростой, техники задействовано немало. Два асфальтоукладчика, катки, два 12-тонных, пневмокаток, 7-тонный каток и 9-тонный каток. Завершить работы планируют уже в сентябре. Кстати, помимо нового дорожного покрытия, на улице также отремонтируют тротуары, установят новые дорожные знаки и на некоторых участках нанесут разметку из термопластика. Ксения Дегтярева, Алексей Еременко. События дня. Видеть мир ясным взглядом. Такую возможность дарят курским малышам офтальмологи из федеральных центров, если операцию нельзя сделать дома. Как правило, помощь специалистов требуется детям, родившимся раньше положенного срока. Надежду на выздоровление получил и маленький житель Абаянского района. Смотрите сюжет. Маленький Соломон родился семимесячным. Сразу же у него обнаружили врожденную патологию глаз. Медлить с лечением было нельзя. Иначе у ребенка развелась бы амблиопия, недоразвитие глаза. Операцию по замене хрусталика провели в Калужском медицинском центре. Даем направление на высокотехнологическую помощь. Более высшие центры, автоматические страны, федеральные центры. Уникальность этой операции в том, что раньше это делали двухмоментно. Сначала удаляли катаракту, а потом вставляли искусственный хрусталик. Сейчас это делается одномоментно. Родители мальчика признаются. Сначала не поверили, что у их малыша такая патология. Теперь не перестают благодарить медиков за спасение зрения. Что в Курске врачам, что в Калуге. В Калуге вообще душевно благодарен. Я там посидел. Мне 25 лет. Я за свою жизнь сколько не видал, как я посидел. Когда прошло время. Час. Ребенок был час на операции. А мы посидели с женой. Теперь мальчику предстоит контрольное обследование через два месяца. Ребенок был успешно прооперирован. В настоящее время находится еще под наблюдением. Так как он находится еще в послеоперационном периоде. Состояние его удовлетворительное. Надеемся, что все будет хорошо. Медики отмечают, что патология зрения у детей, в том числе у недоношенных, в Курской области встречается довольно часто. На днях еще одного малыша санавиации доставили в Калужский центр. Операция прошла успешно. В тот же день ребенок отправился домой в Курск. Ангелина Яхонтова, Сергей Малеев. События дня. Арест имущества, привлечение к уголовной ответственности и запрет на выезд из страны. В преддверии Дня знаний курские судебные приставы провели рейд. Проехали по адресам тех, кто не платит алименты. Только в этом году удалось взыскать свыше 200 миллионов рублей. Ксения Дегтярева продолжит. Эти мужчины и женщины лишены родительских прав. В настоящее время воспитанием их ребенка занимаются опекуны. А они должны ежемесячно выплачивать алименты. Но даже с этой задачей не справляются. Судебным приставам пришлось заехать в гости. Свои обязательства они выполняли не в полном объеме. Образовалась задолженность более 200 тысяч рублей. Алименты они не платят. Были привлечены по статье 5.35.1 КОАП РФ. А также были привлечены к уголовной ответственности по статье 157, часть 1. По этой статье предусмотрено наказание в виде исправительных работ и даже лишения свободы. Несмотря на это, куряне продолжают копить долги. В этом году судебные приставы завели свыше 300 уголовных дел. Нередко расплачиваться приходится своим имуществом. Например, хозяин этой машины не платил алименты почти три года. На автомобиль наложили арест. В течение 10 рабочих дней должник может оплатить либо полную сумму задолженности, либо транспортное средство будет передано на реализацию. Данные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности по алиментам. Еще одна действенная мера в арсенале судебных приставов – ограничение выезда за пределы России. За последние 7 месяцев в области вынесено свыше 4000 таких постановлений. Ксения Дегтярева, Владислав Соболев. События дня. Новые случаи мошенничества. В Курске аферисты обманули пенсионерку. Женщина передала злоумышленникам почти 200 тысяч рублей. Спасала внучку от несуществующего уголовного преследования. 185 тысяч рублей – сумма, которая должна была помочь внучке потерпевшей избежать законного наказания. Позвонив по телефону, мошенники рассказали 75-летней женщине выдуманную историю. Якобы ее внучка переходила дорогу в неположенном месте. Стала виновницей серьезного ДТП. Деньги нужны на лечение водителя, а иначе девушке не избежать серьезного наказания. Только после того, когда деньги были переданы, потерпевшая связалась с внучкой, находившейся на рабочем месте. Получив заявление, сотрудники полиции незамедлительно приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Несмотря на то, что потерпевшая находилась в шоковом состоянии и дала минимальное количество информации о внешности злоумышленника, его удалось задержать. Курьером по передаче денег выступил ранее судимый 51-летний мужчина. 35 тысяч рублей оставил себе как вознаграждение. Остальное перевел заказчикам. Утверждает, что о преступной схеме не знал. Работу нашел в мессенджере. Теперь нюансы установит следствие. А суд определит меру наказания для всех фигурантов уголовного дела. В борьбе с пожарами курским спасателям помогает авиаразведка. Более 30 возгораний в этом году ликвидировали после обнаружения очагов с воздуха. Мониторинг пожарной обстановки провели в деревне Липино Октябрьского района. Пожаров не обнаружено, но выгоревшие участки в лесу есть. Совсем близко живут люди. Чтобы избежать беды, в сельском совете своевременно проводят опашку и покос сухой травы. На территории сформировано ДПД в количестве пяти человек. Укомплектованы огнетушителем ранцевыми в количестве трех штучек. Хлопушки так называемые. Воздуходуйка с водой. И электрический опрыскиватель для тушения сухой травы. Среди эффективных мер профилактические беседы с населением. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Нельзя разводить костры и сжигать сухую траву и мусор. Проводилась работа также с группой риска. Людям вручались информационные памятки. Напоминалось о том, что на территории Курской области введен особый противопожарный режим. С беспилотников спасатели обследовали территорию площадью более пяти квадратных километров. В пожароопасный сезон авиаразведку они проводят гораздо чаще обычного. Кристина Горлатых при содействии Пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области. События дня. Редкий случай. Руководители и педагоги детских художественных и школ искусств, профессиональных колледжей, где обучают творческим специальностям, и на сцене, а в зрительном зале. В Сиридовском прошло областное совещание, где наметили планы на предстоящий учебный год. Лучших по профессии отметил замгубернатора Виктор Карамышев. Она села за виолончиль в шесть лет. Росла вместе с инструментом. Поклонница Рахманинова и пьецолы. Марина Чеботарь открывает концерт для педагогов густыми, волнительными звуками. Очень приятный тембр виолончиля, в отличие от скрипки и контрабаса. Все-таки скрипка и контрабас – это как бы жанр, потому что скрипка высокая, контрабас очень низкий. А виолончиль, особенно тем, что она может… Она звучит так, как будто бы это человеческий голос. Участники концерта – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В их числе и студенты Суджанского колледжа искусств в старинном городе трепетно относятся к традициям. Мы стараемся просто сохранить, и не только сохранить, а наоборот воплощать и заново возрождать традицию. То есть это наше нематериальное культурное наследие, которое мы не то что должны сохранять, а вот как дерево без корней не может расти и цвести, так и мы. Если забудем свои корни, что же станет с нашим народом и с нашей страной. Более полутора тысяч человек работают в школах и колледжах искусств региона. Актуальный вопрос – нехватка кадров в глубинке. Сейчас есть очень большая потребность в преподавателях именно в районах. Мы выстраиваем систему для того, чтобы наши выпускники колледжа культуры, выпускники музыкального училища возвращались к себе на места в районы и продолжили преподавать и придавать свои знания. 2023 объявлен Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Заместитель главы региона пожелал курянам успехов и вручил награды. Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, который сродни чем-то волшебству. Увидеть в ребенке искорку таланта и приложить весь свой труд, всю широту своей души, весь профессионализм для того, чтобы зажечь таких звездочек из этой маленькой искорки. Совсем скоро они начнут очередной учебный год, встретятся с воспитанниками. А пока можно насладиться концертом, расслабившись в зрительном зале. Юлия Матвеева, Сергей Малеев, События дня. 27 августа – День российского кино. В Курске к этому празднику приурочили показ художественного фильма «Небо» о работе наших летчиков в Сирии. Главную роль исполнил актер Игорь Петренко. Вместе с режиссером Игорем Копыловым он приехал в Курск, чтобы презентовать картину. В зале нет свободных мест. Вечер понедельника куряне решили провести с пользой. Кстати, многие зрители приехали на сеанс издалека. Чтобы посмотреть этот фильм «Небо», я приехала из Курчатова. Я знаю, что это про летчика, который погиб в Сирии. Совершил такой подвиг, он сам взорвал себе гранаты, чтобы боевики его не захватили. Мы очень любим Игоря Петренко и рады, что он к нам приехал. В картине Игорь Петренко играл героя Российской Федерации Олега Пешкова. В первую очередь мы старались показать историю о людях, выполняющих свою работу, говорит актер. Не играть сразу какого-то героя, который совершает какой-то некий подвиг. Вот с этим иногда было сложно справиться. Потому что твое личное отношение к этому в процессе выросла уже до такой степени, что останавливали съемочный процесс. Сжигали эмоцию. И после этого приступали, чтобы можно было просто работать. Съемки проходили и в Крыму, и в Сирии, и в Липецке. Кстати, в том числе на действующих объектах Минобороны. И мы просчитывали, в какое время, где, какая техника, какое вооружение, какие воинские подразделения будут принимать участие. Ну и, конечно, консультации различных летчиков. Игорь с ребятами ездил в Липецк. Ребята, играющие в ССО, ездили в десантникам. Мы проходили там двухнедельную подготовку, чтобы владеть оружием и поведением. У зрителей была возможность лично пообщаться с гостями, взять автограф и сделать фото на память. Игорь Копылов признался, что презентовать фильм на малой родине отец режиссера из Теткина очень волнительно. Картины о героях очень любят зрители муниципальных кинотеатров. В Курской области обширная сеть, одна из лучших в стране. Куряне проявляют творчество в различных сферах, в том числе и в кинематографе. Ну и плюс, мы сохранили одну из самых больших сетей Российской Федерации. И здесь нас отмечают на уровне Российской Федерации, как один из ведущих регионов. А еще куряне и сами активно снимаются в кино. Даже совсем юные. Недавно почти 300 школьников прошли кастинг на главной роли детского короткометражного фильма «Редкий вид». Съемки уже начались. Ангелина Яхонтова, Сергей Малеев. События дня. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова